Друзья, привет! У нас утро, но уже жарко с утра. И обещаю днём сильную жару. Поэтому я с утра решила прогуляться к магазину. Хочу купить пиво. У меня в морозилке есть креветки. Чута они давненько лежали, мне не до них было. А тут я решила, а в жару никуда не буду выходить, буду сидеть дома и пить пиво, есть креветки. Устрою себе в жару под кондиционером вот такой пикничок, можно сказать. Так что иду в магазинчик. Магазинчик, товар какой-то получают девочки. Так, а мы смотрим пиво. Мне надо вообще безалкогольное. Так, какое здесь пиво? Нон-алкоголь. Вот оно и есть. Пиво. Аболонь у нас 28 гривен. 27 есть. А это безалкогольное. Сейчас посмотрим, какое ещё. Тут ещё другие есть, но нам это не надо. Выгодная цена. Безалкогольное. Безалкогольное и здесь, да? Ага. И в баночке это львивские. 33 гривны. И ещё вот нулёвочка. 31 гривна. Так, сейчас выберем. Так. Так, ну возьмём львивский вот это вот. Нулёвочку. Две бутылочки. Какое-нибудь печенье возьмём. Пожалуй, вот это. Для чижика. Здесь есть и рыбка, конечно, к пиву. Но у нас есть креветки. Поэтому... Так, здесь салака. 13,72 гривна, мойвочка и килька. Так что к пиву есть большой выбор. И даже крупная салата есть. Взяла себе пиво. Чижику печеньки. Иду домой, пока жара ещё не сильная. Можно по тенёчку пройти, потому что последние дни у нас, знаете, даже в тени духовка. Что-то резко наступила жара. Ой, у нас здесь такие красивые цветы. С удовольствием можно прогуляться среди такой красоты. Ну и тенёчек пока дом закрывает. Да, печёт сегодня, конечно, очень. Мои животные попрятались. Смотрю, чижик в тенёчек под машину. Забрался. Привет, мой зайчик. Жарко тебе. Пузик мой, карапузик. Жара, конечно, жара. Зной, просто зной. Так, достала креветки с морозилочки. Они уже немножко оттаяли. Сейчас поставила водичку. Водичку и в подсоленную воду. Пару минуточек и креветки будут готовы. Ну что, спряталась я от жары под крышу в беседку. Конечно, креветочки у меня. Пивко. Ой, вы знаете, так жарко. Ну, чижик, конечно, был под машиной. Но, когда я пришла сюда, они все, конечно, последовали за мной. Да, чижик? В общем, все прибежали ко мне. И кошка, конечно, ей же надо понюхать креветки. Нет, это не для тебя. Безобразие. Все. Все, уходи. Это не для тебя. Ай, невозможно. Услышала запах. Услышала запах креветки. Все. Надо кошку отнести куда-нибудь в другое место. Вы видите, что? Может, тебе еще пиво дать? Безобразие. Так, ну, пока они там дружно улеглись, я могу попить пиво с креветками. Ну что, придется самой открывать, когда в одиночку пьешь пиво. Раньше мы всегда пили с Сашей вдвоем. И, конечно, пиво открывал Саша. Но сегодня придется мне вспоминать, как это делается. Получилось. Ой, друзья. В такую жару... Я вообще редко пью пиво. Но в такую жару, знаете, ничего не готовить не хочется, не есть ничего не хочется. Только вот что-то пить холодненькое. Ну, сколько можно пить одну воду? И я решила пиво. Ну, и, конечно, креветки. Как пиво без креветок? Ваше здоровье. Холодненькое. Вкусненькое, безалкогольное. А вы знаете, я в жару не люблю, когда вот жарко и какой-то алкоголь употребляешь. И потом голова такая, знаете, тяжелая. Поэтому лучше безалкогольное. Это прелестно. Креветочки так пахнут. Я тут положила еще, знаете, такие стебли укропа. У нас на Одесском привозе продаются наши местные. Но мы их вообще в Одессе называем рачки. Рачки, они такие более мелкие. Тоже очень вкусные. Но сейчас, как вы знаете, после известных событий с Каховской ГЭС, конечно, продукты нашего моря мы не рискнем. Поэтому будем есть креветки из супермаркета. Что делать? Это я купила в метро, когда ездила за продуктами для маргаритиного дня рождения. Конечно, мухи начинают, учуяли запах. На улице, конечно, у нас не сильно поешь. Но будем стараться делать это быстро. Сегодня, знаете, никуда не хочу не ехать никуда. Не выходить целый день. Просижу дома, пока пройдет эта жара. У нас, кстати, в Одессе немножко начинает дорожать бензин. Начинает немножко подниматься доллар. В общем, начинается августовская движуха. Ну, конечно, ростом цен нас уже не удивить. Мы уже привыкли к тому, что цены растут. У нас воздушная тревога. Если вам слышно. Потому что бывает сильно громко, а в этот раз не сильно. Но воздушная тревога. Вот так вот и живем. Так что я хочу сказать, что в эту жару не особенно охота есть. Поэтому готовлю такое, знаете, что-то легкое, овощное. Кстати, хотела сказать. Я недавно покупала баклажаны белые. И обещала вам показать, как я их готовлю. Я, конечно, когда готовила, видео сделала. Но до сих пор как-то его не выложила. Вот сейчас, конечно, я выложу это видео в конце нашего ролика. И вы увидите, как я их готовлю. Они вкусные получаются, как грибы. Поэтому это то, что сейчас актуально приготовить. Баклажаны. Из кабачков много всего готовлю. В общем, такое вот все овощное. Потому что что-то такое посерьезнее есть неохота. В общем, пьем пиво. Приятного аппетита, кто тоже со мной. Присоединяйтесь. Кому жарко, наливайте холодненького пивка. И вперед. В общем, я буду наслаждаться пивом и креветками. А вашему вниманию сейчас предоставлю то, как я готовила белые баклажаны, которые получаются со вкусом грибов. Сегодня буду готовить блюда из белых баклажан. Я их очистила. И они не горькие, поэтому я их не буду вымачивать. Я беру два баклажана, две луковицы. Можно взять и побольше лука, кто любит. Ну и, конечно, жарить буду на сливочном масле. Но сначала нарежу кубиками. Ну, вот такими кубиками я нарезаю. Так у меня получилось. Включила сковородку. И на сковородку сейчас пару кусочков сливочного масла. И отправляю туда баклажанчики. А я тем временем нареждаю лучок тоже кубиками. Баклажанчики уже обжарились. Некоторые уже золотистого цвета. Я думаю, можно уже добавлять лучок. Так, ну что, уже почти готово. Можно посолить. Поперчить перчик. Кто сколько любит. Я так, не сильно, немножко. Ну и, конечно, хмели-сунели добавляем. Ну и, в конце, вот такой сухой чеснок. Вот так. Тоже чуть-чуть. Для аромата. И для вкуса. И в конце можно добавить сметану или сливки. Так, у меня сливки вот такие домашние. И сейчас добавлю буквально ложки 2-3. Вот таким образом. Они у меня еще не застыли. Такие не сильно густые. Но и это хорошо. Вот так. И блюдо почти готово. И вот такая вкуснота у меня получилась. Вкус как грибы. Попробуйте, сделайте. Это очень вкусно.